Сказать, что я в расстроенных чувствах, это ничего не сказать. У меня еще одна скорпиониха умерла. Это капец. Вот на ровном месте. Все было нормально. Беремчатая ходила, и на тебе. Я в шоке. Их было три, кто помнит. И вот уже минус две. Это ужас. Я вообще не понимаю, от чего. И влажность достаточная. Может из-за вспышки жары. Жара сейчас стоит неимоверная. На улице плюс тридцать шестенькие. В помещении у меня бывает и до плюс тридцати поднимается. Возможно, это тоже роль сыграло. Жалко очень. Последней красоткой все нормально. Но я теперь из-за нее переживаю. Блин. Если такая будет дальше аномальная жара. Перенесет она это или нет, я не знаю. Хотя казалось бы, это же скорпион. Там, где пустыня. Там, ну, грубо говоря, Азия. Там тоже жарко. Я реально, блин, расстроилась. Блин. Так что осталась у меня одна девчоночка. Такая красоточка. И как дальше пойдут у нее дела, тут уже я даже боюсь загадывать. Да, я в курсе, что как и паучки, так и скорпиончики. Они могут погибнуть тупо на любой стадии своего развития. Почему их обычно мелочь приобретают по многому, чтобы хоть кто-то выжил. Ну, вот реально жалко, конечно. Так что вот такие у меня новости про скорпионов. Печальные, печальные. Вот оно, лицо сидит. Вот она, красавица. С глазочками. Вот. Так что, не таракан где-то спрятался. Сейчас я водички добавлю. И оставлю ребенка в покое. Ага, что ты там хелицерами своими? Что ты там делаешь? Сейчас посмотрим. Мы как раз хелицерами рассмотрим. Красота несусветная. Так что, вот такая осталась малышка. Буду наблюдать за ней. Да, печально очень. Запустила двух тараканчиков. С кем-то да встретиться из них. Вот она начала отправлять интерес, что там шевелится. Маладин решил сам к ней доклепаться. Не, прошел мимо. Пошел своего собрата искать, походу. Обсуждать сложившуюся ситуацию. Будешь ты его кушать? Нет. А то я вас оставлю наедине. Как-нибудь потом разберетесь. Она интересуется, что там шевелится. Но пока как-то не сильно активничает. Просто скажу, что-то новое на моей территории появилось. Ага, клещ не решила в порядок привести. А тараканы тупо троллят. Перед носом там тусовку организовали. Там они, там, да. Там они. Спрятались от тебя. Сейчас я тебе немножко помогу. Вон, гляди. Видела? Красивый? Бери. Тебе подарок. Чего не очень красивый, я поняла. Глянь, сколько добра. Выбирай на вкус. Ну-ка, какой на тебя смотрит. Смотри, ну. Засмотрелась. И там, скажи, красивый этот вроде ничего. Не определилась, да? А, тот, что поменьше, интереснее. Я поняла. Вот так. Выбрала того, что поменьше. Вот видите, как она жалом сразу его пробивает. Вот и все. Так что теперь можно излишки тараканов убрать. Она выбрала, кто ей понравился, так сказать. И будет кушать непосредственно этого товарища. Вот и все. Пожелаю ей приятного аппетита. Ага, контрольный, контрольный. То шевелится же еще. Сейчас, скажи, еще пробьем ему броню. Клещнями держит. Вот. Да, захват, конечно, хорошо клещнями получается. Пробуксовка у таракана. Ну, понятно, что уже ему не судьба жить. Кто сильно сердобольный, просто не смотрите. Так, скорпиончики охотятся. Девчонка, давай хоть ты у меня выживешь. Ну, что это такое за безобразие? Жили не ту, жили на тебе, блин. На кого я любоваться буду? Еще, еще догонку решила. Ну, кстати, опа, свалил. Бывает видно, что пробить сразу не может. Тыкает, тыкает, пока не пробьет броню. Что, спрятался? Ну, решай эту проблему. Для тебе помочь. Свалил. Догоняй. Ты видишь, что он ушел от тебя вообще-то? Догоняй, догоняй. Похромал, похромал. Сейчас я его немножко верну. Она сейчас и другого поймает, в принципе. И вот вернулся к ней доброволец, комсомолец. Опять пытается пробить. Опа, есть. Да, конечно, интересно. Конструкция у скорпиона даже не обсуждается. Все. Теперь не отпущу, надо есть. А то что, он ушел куда-то там, блин. Капец. У меня сейчас телефон стал хреновенько снимать. Видимо, тоже жара влияет. Так что, как-то бывает резкость. Вообще навести невозможно. Заработали хелицеры. Все, пошел расход таракан. Все, все. Попробую приблизить. Приятного аппетита. Уже кушает. Уже все. Таракан, конечно, еще дышит, видно. Так что, сердобольные проходите мимо. А тут там есть товарищи, что животных не жалко, корову, сюней. А вот тараканов вечно жалко. Поэтому, вот, хотя бы природа по-другому питаться не может. А человек может, но мясо ест почему-то. Да. Вот опять пытается пробить, чтобы не шевелился. О, поза какая. И теперь будет поглощать, удовольствие получать, так сказать. Ну, кстати, непонятно, испытывают ли они вообще вкус. Скорее всего, нет. Как большинство таких существ. Вкусовые рецепторы у них отсутствуют. Им пофигу, вкусно или невкусно. Главное питаться, чтобы выжить. Остальное мелочи в жизни. Вот так вот пошел процесс. Они тоже поедают жертву еще живьем, так сказать. Как и пауки. Так что оставлю ее в покое и буду кормить елшек. Еще вся ночь впереди.